Ахмат Низамеев, заслуженный механизатор республики. Пока почва не засохла, на майских праздниках перед посевом он рассыпает удобрения для кормовых культур уже с 4 утра. Такой погоды никогда еще не было, я не видел свою работу. Сейчас стараетесь сохранить влагу, да? Самое главное, стараемся, чтобы влагу сохранить, чтобы вовремя все успеть надо. Почва сейчас как пластилин, не мнется, она мнется, но не рассыпается. На соседнем поле с азимами культурами наоборот, ждут и пока не дождутся солнца. Пшеница здесь требует корневой подкорбки с помощью тракторов, но сначала почва должна подсохнуть. В соседней агроферме проблема поспевания почвы азимов культуры решает эдакий шестиколесный полимобиль. Он значительно легче, чем трактор, и за счет этого давление на землю намного меньше. Его стоимость миллионы рублей. Позволить себе такой агрегат могут не все агрономы. К тому же затрат требуют и удобрения, которые меняются в зависимости от погоды. Самое главное на сегодняшний день это накормить наши азимы, потому что очень много влаги, и осень у нас достаточно влажная, и осень-лето будет достаточно влажная. А минеральный азот в почве, он динамичен. Но если азимы спасают современные автомобили и ускоренная работа, то вот яровые в ожидании, слишком влажная почва не поддается обработке. Из-за этого и задерживаются посевные работы. А на сколько? На сегодняшний день уже на 10 дней опаздываю по сравнению с другими годами. О таких сложностях агрономов и глав районов предупреждал еще в начале апреля профильный министр. На урожайность пока погодные условия не влияют, но по прогнозам синоптиков май и июнь станут жаркими, а потому влагу сейчас искусственно не выводят с полей, ведь в дальнейшем ее нужно сохранить. Слава Тухмадулина, Рамзельгарипов, ТНВ, Лаишевский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова